Воссияй в сердцах наших, человеколюбче, владыка Твоего богоразумия, нетленный свет, и мысленные очи наши отверзива евангельских Твоих проповеданий разумения. Вложи же в нас и страх блаженных Твоих заповедей, да плотские похоти вся поправши, духовное жительство пройдем, всяко благоугождению Твоему и мудрствующе и деюще. Ты боися освящения наших душ и телес в Христе, и Тебе славу воссылаем с безначальным Твоим Отцем, пресвятым, благим, животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Во время Он, ходящую Иисусови в некую весть, сритоша Его десять прокаженных мужей, ижесташа издалеча, итии вознесоша глаз глаголюще, и Иисусе, наставниче, помилуйны, и, видев рече им, шедше, покажитесь освященникам, и бысть идущим им очистишася. Един же от них, видев, яко исцеле, возвратисья согласом вели им, славя Бога, и паде ниц при ногу Его, хвалу Ему воздая, и той бе самарянин. Отвещав же Иисус рече, не десять ли очистишася? Девять где? Как они обретошася, возвращася, дати славу Богу, токма иноплеменник сей? И рече Ему восстав, иди, вера Твоя спасет тебя. Евангелие сегодняшнее – это Евангелие о благодарности и неблагодарности. Оно читается на благодарственном молебне, поскольку эта тема в нем главная. Прокаженные люди, лепра и больные – это непогребенные трупы. Они имеют страшный вид, заразный, страшный, и они умирают заживо, у них отгнивают конечности, они постепенно теряют пальцы на ногах и руках, у них гниют внутренности. И в силу этой заразности нельзя подходить более чем на полсотни метров по закону прокаженному и стоять с такой стороны, чтобы ветер дул от тебя к нему, а не от него к тебе, чтобы исключить всякую опасность заражения. И вот представьте себе, эти десять трупов непогребенных узнали об Иисусе, насколько была сильна молва о Господе, без газет, без радио, без телевидения, что слух об этом Иисусе наставнике, Иисусе чудотворце, достиг до уха этих людей, которые не входили в села и города, ни с кем не общались, которым издалека к собакам бросали одежду и еду, потому что боялись заразиться. Значит, слух о Господе наполнил землю. Как странно, что сегодня многие не хотят слушать об Иисусе Христе, не хотят думать о Нем и не хотят поклониться перед Ним. Еще отметьте себе, что евреи и самаряне – это враждебные этносы, это субэтносы, они между собой мира не имеют. Нельзя ни есть вместе, ни брачеваться перекрестно, там выдавать своих дочерей за них, или даже сыновей женить на их дочерях. Но в болезни мы видим, что они были все вместе – иудеи и самаряне. Это вообще великая вещь, что беда всех мирит. Пока люди в мире и в сытости, они начинают делиться, значит, на этих, и этих, там по-разному, находят тысячи способов, чтобы разделиться. Что ты такой, я такой. Когда начнется беда, не дай бог, под одной плащ-палаткой, в одном окопе будут узбек с таджиком, или русский прибал там сидеть, есть одну и ту же, значит, мокрую галету, как бы будут счастливы, будут жаться, зябнуть друг другу, значит, такая беда всех помирит. Чтобы помириться, не ждите беды. Потому что когда начнется беда, все будут братья. В голоде, в холоде, в опасности, в ожидании смерти сотня на день, с часу на час. Все братья будут. Только вот в сытости этой безумной, в этой роскоши, в этой праздности, в этой гордости, значит, проклятой. Вот только здесь мы только, значит, находим возможность ссориться там, и так далее. Эти прокаженные, обреченные насмерть, повторяю, заживо умирающие, жались друг дружке, безразличие веры и национальности. Они были едины. И вот себе представьте теперь совокупный крик десяти живых трупов с расстояния 50 метров. Как они стоят и кричат, Иисус наставник, Иисус наставник, помилуй нас. Это умилительное зрелище. Если хотите, то наше богослужение, если будете иметь совесть, если Бог нам глаза откроет, то мы поймем, что мы тоже прокаженные, что мы тоже как бы неисцельно больные, что мы грешные люди, что мы умираем, и мы должны кричать, как эти прокаженные на небо, Иисус наставник, помилуй нас. Господи, услыши и помилуй. Это, в принципе, то же самое. Это такое странное богослужение, когда кричат больные люди и получают потом просимые. Господь отправляет их к священникам, потому что у священства было право освидетельствовать больного, вложить персты в рану, посмотреть, насколько там эта опухоль, эта язва там исцеляется, не исцеляется. Можно ему жить между людьми или нельзя. Священник имел такую священную власть. И нужно было, чтобы они пришли к священникам здоровые, чтобы и священники увидели, что Иисус творит великое и чудное. И по дороге они исцелились. И вот, собственно, здесь и вся соль этого рассказа в том, что один только вернулся, он понял прямую связь между Иисусом, этим повелением пойти к священникам и своим здоровьем, и пошел благодарить. И Христос удивился. Вы знаете, как Христос удивляется? Чему Он вообще удивляется? И чему Он не удивляется? Он вообще не удивляется ничему тому, чему удивляются люди. А вот мы построили высокий небоскреб, а вот мы сделали там длинный мост, а вот мы прорыли там еще 180 станций метро. Христос удивляется этим вещам? Слава Богу, нет. Этому нечего удивляться. Ну прорыли и прорыли, дай Бог, чтобы работало. Ну построили и построили, дай Бог, чтобы не упало. Чему удивляется Господь? Вере и неверию. Он удивляется, когда люди не верят, а должны. Или удивляется, когда люди верят, а в принципе не должны. Он удивился вере сотника Капернаумского и удивился неверию палестинских иудеев. Говорит, как вы не веруете? Говорит, как он верует? Вот это вот единственное, что его удивляет. А здесь он удивился. А где 9? Ну ведь 10 исцелились. Ну ведь ясно, что исцелились. Ну где же 9? Вот вы можете спросить, а сколько людей спасается? Ну вот сколько. Сколько благодарных, столько и благодатных. В славянском языке благодарный, он же и благодатный. Кто имеет благодарность, тот имеет благодать. Кто неблагодарен, тот безблагодатен. Кто спасется, тот кто любит Бога. Кто любит Бога, благодарный Богу. Мы не приходим в Храм Божий просить. Мы, конечно, просим, но потом. Мы приходим в Храм Божий благодарить. За что мы благодарим Господа? Вообще наша служба называется Евхаристия, то есть благодарение. Благодарим Господа – это центральные, серединные, сердечные слова службы. О чем мы Бога благодарим? О том, что Он создал мир. От мельчайшей клетки и атома до всех этих мириад, звезд и прочего. Он творец всего этого мира, всего видимого и невидимого. Слава Ему за это. Нужно благодарить Его за это. И чем больше знаний у вас есть, тем больше вы должны благодарить. Потому что одно дело, когда благодарит человек садовник, а другое дело, когда благодарит человек ядерный физик. Он копается так глубоко в материи, что он должен знать, там все премудро, там все чудно, там Господь. И он должен удивляться этой книге мироздания. Всякий химик, всякий биолог, всякий микробиолог, всякий физик-ядерщик, они должны в ужасе заниматься своим предметом, понимая, что там Господь. И нужно, чтобы они были самые верующие люди Земли, а они самые безбожные люди Земли. Вот еще чудо большое, тоже можно удивиться. И вот, братья и сестры, нужно благодарить Бога, потому что Он создал мир, и мир прекрасен. Если бы не грех, мир просто великолепен, Он чудесен, Он даже с грехом красив, а без греха вообще был бы прекрасен. Бог не оставил мир. Бог совершает попечение о мире. Он наши волосы посчитал, Он взвесил наше дыхание, Он знает нас и спереди, и сзади. Как бы я еще не пришел, а Он уже меня там видит. Он не оставил мир, повторяю, и мы благодарим Его за это. Мы благодарим за то, что Он Сына в мир послал, чтобы в Сыне, в Его кресте и крови, в Его гробе и воскресении воскресла вся тварь, чтобы мы обновились, и осветились, и ожили, и получили дверь открытую в рай небесный через Сына Божьего, Иисуса Христа. Мы за это тоже Бога благодарим. И вообще нужно быть благодарным человеком. Вспоминайте всех тех, кому вы должны. Маме, папе, крестному, крестной, всем, кто вас лечил, спасал, учил. Там первая учительница, я всегда говорю, вспоминайте ту женщину, или скорее всего это была женщина, которая учила вас буквы ровные писать тонким перышком в тетрадь. Благодаря ей вы сегодня и врачи, и инженеры, и учителя, и бизнесмены. Если бы не первая учительница, вы бы так и были бы, значит, мойщиками машин, как были чистильщиками обуви, и ничего бы не знали. Вспоминайте этих людей, тех, кто заплатил за вас долги, тех, кто вступился за вас в драки, тех, кто защитил вас в суде. За всех этих людей вспоминайте, это вы должники их, нужно быть благодарным. Потому что благодарный он же и благодатный. И благодарите Господа, благодарите Господа, потому что не благодарят Бога только безбожники, а, и несытые, то есть те, которым сколько ни дай, им все мало. Они как бы не замечают полученного и хотят еще. Они будут за это наказаны? Непременно. А легко будут наказаны? Жесточайше. И это справедливо. Мир будет жестоко и справедливо наказан. В первую очередь за безбожие и неблагодарность. И вот сегодня нам об этом говорит Евангелие. Поэтому в храм Божий стопы направляем. Знаете, зачем вы идете туда? Сюда. Не просить. Потом, в конце просить. А для начала. Учиться и благодарить. И лечиться. Это лечебница, это училище, это место благодарности Богу за все и за вся. Вот вам смысл сегодняшнего Евангелия. Аминь. Христос воскресе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова